Белорусский Версаль. Именно такое название закрепилось за дворцовым комплексом в Ружанах, который принадлежал могущественной династии Сапегов. Замок славился богатейшей библиотекой и картиной галереи, однако настоящую популярность он получил благодаря театру, одному из лучших в Европе. Сегодня, желая вернуть былую известность, реставрация восточного или так называемого театрального корпуса стоит на первом месте в плане реконструкции дворцового комплекса. Во время посещения Ружанского замка глава области Константин Сумар подчеркнул, что у каждого региона есть свое уникальное историко-культурное наследие. На Брещене палац Сапегов занимает значимое место среди памятников архитектуры 17 века, а значит следующий этап реставрации не за горами. Ближайшая перспектива – это восстановить восточное здание, там, где размещался театр. И уже наш реставратор начал работать в этом году. Там освоено около 3 миллиардов рублей на реставрационных работах. Как вы уже заметили, если сравнивать здание, которое начали реставрацию, и то, которое стоит, то мы вовремя ее начали. Спасибо и нашему центру, правительству, и той программе, которая в восстановлении тоже утверждена нашим президентом, что мы вовремя его начали, потому что, чтобы годика два, и мы это здание уже бы упустили. Кроме реставрации вот этого дворцового комплекса, который мы видим, это восстановление еще нескольких исторических зданий. Это восстановление здания монастыря, продолжение реставрации церкви, реставрация костела. Кроме этого, на въезде будет сделано частное предприятие общественного питания, тоже в стиле 18 века таверна. Также будет большой птичник, где будет много ценных пород птиц. То есть и страусы, и павлины, и фазаны, и много других интересных. Мы, кроме этого, предполагаем провести реконструкцию и строительство торговой площади 18 века, аптеки 18 века, ну и несколько еще стилизованных под это время приятий торговли общественного питания. Кафе – обширная гостиничная зона, отреставрированные выставочные залы и стилизованные в духе 19 века залы для балов. Именно таким видится дворец Пусловский в городе Косово Ивоцевического района на конечном этапе масштабной реконструкции. Сегодня рыцарская греза – образец неоготической архитектуры 19 века – активно реставрируется. Установлены стрельчатые оконные блоки, воссоздается крыльцо главного фасада. Все восстановительные работы ведутся по принципу сохранения первозданного вида Косовского замка. Этот архитектурный памятник – живая история в камне, которая должна сохраняться. Цитата Константина Сумора полностью передала основную концепцию реставрации исторического памятника. «История должна быть, история должна сохраняться. Ведь у нас многие регионы, многие деревни, которые находятся вокруг Косово, они тоже связаны с этим дворцом. Я знаю этот дворец 7 лет назад, какой он был, или 10 лет назад, а в 2007 году мы начали его восстанавливать. И, конечно же, тогда я не думал сам, что мы вложим столько средств и придем уже к такому завершению, где можно уже сказать – да, уже дворец вырисовывается, он сохранен. И сейчас мы с вами уже смотрели, что дальше будем делать». Руины Картезианского монастыря в Березе впечатляют до сих пор. Сразу видно, что это место знало времена подъема, которые потом сменились полным разрушением и запустением. От блого величия Березовского Картезианского монастыря сохранилось немногое – колокольня, вежа, фрагменты стен и визная брама, которая была отреставрирована месяц назад. Сегодня на территории Брестской области находится порядка 11 объектов культового назначения, которые в прямом смысле слова можно назвать «домами без хозяина». У них нет приходов и представителей той или иной церкви, которые бы поддерживали культовые объекты в надлежащем состоянии. Решение этой проблемы – вопрос, который вошел в тройку тем координационного совета. «Конечно же, здесь накладывает свой отпечаток то, что если любой другой объект историко-культурного наследия можно продать, перепрофилировать и его использовать инвесторам под любые свои нужды, то, конечно же, в культовых объектах такого мы сделать, к сожалению, не можем. Поэтому мы сегодня пригласили представителей конфессии католической, православной и иудейской для того, чтобы обсудить вопросы дальнейшего их использования, для того, чтобы обсудить вопросы возможной реставрации, приспособления этих объектов и чтобы эти вопросы каким-то там образом снять». Охрана историко-культурного наследия Брещины – один из важных аспектов государственной политики. Ведь от того, насколько грамотно будет реализовываться программа по возрождению и реконструкции исторических памятников, зависит интерес зарубежных гостей к нашему краю и нашей истории. Безусловно, это позволит Брещине получить почетный статус туристической Мекки. «Самое главное, что мы все это делаем для наших людей и для тех, конечно, туристов, которые будут приезжать сюда к нам с различных стран мира». Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Кирилл Липовик, Антон Липовик, Антон Липовик, Антон Липовик. Продолжение следует...